Здравствуйте! С вами программа «Цифры». Хорошие вести для отечественного автопрома. Презентации новых моделей автоваза рвут информационное пространство. 25 ноября дилеры уже начали запуск продаж Лаза Весты. А в Тольятти вовсю идет подготовка к запуску серийного производства X-Ray. Чиновники разных уровней уже начали менять служебные Ауди и Мерседесы на Лады. Так, мэрия Автограда уже получила партию Вест. К этому же готовится и областное правительство. Но для начала немного статистики. Согласно рейтингу Ассоциации Европейского Бизнеса, автоваз является лидером по количеству проданных в России машин. «Автогигант» подпирают две корейские марки, входящие в один концепт. «Кия» и «Хёнды». При этом совокупные продажи у них в полтора раза лучше, чем у ВАЗы. Очевидно, что автогиганту его шаткое положение на вершине Олимпа не по нраву. Вывод. Весту они должны делать так, чтобы людям хотелось купить ее, а не корейцы или другое авто из того же сегмента. Как уже неоднократно заявляли производители, главный козырь Весты – это цена. Изначально анонсировалось, что база нового действия автоваза будет стоить 490 тысяч рублей. Но экономический кризис сделал свое дело. В итоге в дилерских центрах Веста стартует с отметки 514 и доходит до 609 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. Для сравнения, в той же ценовой вилке вы можете встретить Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan, Volkswagen Polo и другие бюджетные седаны. Казалось бы, немец Polo, хоть и рожденный в Калуге, предпочтительнее, но если смотреть на соотношение цена-комплектации, Веста чуть жирнее своих конкурентов. Да, в базе нет заявленного ранее кондиционера. За него, а также за дополнительную подушку безопасности для пассажира, придется доплатить 30 тысяч рублей. Итого 544 тысяч за Весту с кондиционером. А в самой дешевой версии нет магнитолы и подогрева сидений. Всего того, что так любят среднестатистические россияне. Зато есть АБС, которую доводили в Германии, есть борткомпьютер, система экстренного оповещения об авариях. То есть все то, что становится модно, но пока что не совсем понятно типичному поклоннику ВАЗа. С похожим набором опции «Калужский пол» обойдется почти в 580 тысяч рублей. Признаюсь, что протестировал Весту чуть раньше президента, 25 сентября на презентации в Ижевске. Это была средняя комплектация «Комфорт», которая стоит 570 тысяч рублей. Наверное, самая оптимальная из всех. К базовым здесь прибавляется аудиосистема, подогрев рыбового стекла и даже парктроник. За эти деньги амбиции оптимого автовладельца может удовлетворить разве что Renault Logan. Получается, что цена не сильно отличается от конкурентов, хоть и чуть ниже. Да и потом говорить о том, что Веста – хорошая машина рано, это станет понятно через год или даже через три года эксплуатации. То же самое с X-Ray. Мы видели только концепт, а это само собой модель при параде. Серия, как правило, несколько отличается. Впрочем, обе модели амбициозны и многообещающие. Если говорить о Весте, то с момента презентации концепта до запуска серийной модели прошло рекордно малое количество времени – один год. Кроме того, удачная реализация проекта – дело чести для президента автоваза Бу Андерсона. Он сам тестировал предсерийные модели и принимал активное участие в выявлении устранения недостатков. Поэтому, если производитель не обманет ожиданий пользователя, то автовазой все-таки настанет новой эпохой развития. Это были цифры. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова